Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем знакомство с возможностями ЭБС Университетская библиотека онлайн. И, как я обещала вам в прошлый раз, мы поговорим сегодня про издательские коллекции. У нас тоже будет небольшое путешествие, небольшая экскурсия по этому разделу. Раздел небольшой, но очень хороший. К сожалению, часто оказывается обделено вниманием пользователей. И чаще всего потому, что нет какого-то понимания, что это такое, как с этим работать, зачем оно нужно и что туда входит. Вот поэтому мы сегодня такую небольшую экскурсию по этому разделу ЭБС и проведем. Познакомимся с тем, что такое издательские коллекции, как их можно использовать, ну, несколько идей подскажу, что туда входит и какие есть особенности. Но начнем мы немножко с другого. Постепенно подойдем к этому разделу, а начнем немножко вот с этого момента. Расширенный поиск в университетской библиотеке онлайн. Что делает первым делом пользователь, когда занимается поиском литературы или источников? Мы заходим на главную страницу, большая поисковая строка, вводим туда название или что-нибудь, и не находим ничего. Либо находим не совсем то, что нам надо. Не удовлетворившись этим, мы пользуемся расширенным поиском. Ой, сейчас возьму указку. Расширенным поиском мы вводим даже заглавие, даже автора книги мы знаем, но результат по вашему запросу ничего не найдено, как на первом скриншоте. И очень часто можно услышать от пользователей, что ой, ну ЭБС, там ничего нет по моей теме, по моей дисциплине, по моему курсу, по моему предмету. Ой, я как не зайду, там ничего нет. Какую книгу не наберу, там ничего нет. Вот мы видим, да, по вашему запросу ничего не найдено. Первая хитрость, которая работает и здесь, и особенно в издательских коллекциях, волшебная галочка доступная. Вот про галочки мы при поиске очень часто забываем. Как только мы снимаем эту галочку, вот она на втором и на третьем скриншотах, галочку мы сняли. И даже вне зависимости от того, ввели ли мы название издательства, например, знаем мы, в каком издательстве вышла эта книга, либо мы его не ввели. Посмотрите, результат у нас уже изменился. Аж целых два документа, два документа этого автора были найдены. Уже ура! Вот этот момент, на который сразу обращаю ваше внимание, он как и для расширенного поиска в едином каталоге. ЭБС работает так же, и когда мы работаем с издательскими коллекциями, тоже первое, что мы там делаем, и я вам об этом еще покажу, мы переходим из разряда доступные в разряд всем. Без этого у нас будет некорректный поиск и некорректный результат мы получим. И вот эти наши два результата в черно-белом исполнении, хотя на карточке самой книги мы видим, что обложка-то цветная. Почему именно вот так? Они находятся, скорее всего, эта книга находится, ну, если мы заходили, а здесь я заходила под учетной записью преподавателя вуза, то есть как пользователь ЭБС, и уже вот по этому отображению результатов я могу понять, что книга не находится в базовой коллекции. Именно поэтому, когда я подключаю вот этот поиск по доступным, он мне не показывает ничего. Когда я подключаю, убираю эту галочку и смотрю вообще все-все-все, что есть в ЭБС по всем коллекциям, по всем разделам, по всем закоулкам, он мне показывает, что да, книга-то есть, но черно-белый формат, она вам не доступна. Значит, она находится не в базовой коллекции, на которую подписан наш ВОЗ, она находится где-то еще. А где? Вот с этим где мы сейчас и будем разбираться. Что делать в этом случае и как это обнаружить? И такие ситуации, они возникают достаточно часто, потому что, если посмотреть на ежегодные показатели прироста контента, они достаточно большие. Увеличивается на значительную цифру поступления, прирост контента достаточно значительный и очень много издательств выступают партнерами ЭБС, партнерами Директ Медиа, более 600, сейчас, по-моему, еще больше российских издательств предоставляют свой контент на различных условиях. Это может быть и лицензионный контент коммерческий, и для бесплатного использования, ну, в юридические тонкости мы тоже не будем вдаваться, это немножко не наша епархия, но объем растет, и в то же время не все мы можем найти в ЭБС. Как же так получается? С одной стороны, переизбыток информации, с другой стороны, мы сталкиваемся с дефицитом. Вот первую фишку я вам уже сразу показала. И часть контента попадает не в базовую коллекцию, попадает в издательские коллекции. И для того, чтобы понять, что куда попадает, что где находится, и какое место в этом занимают издательские коллекции, мы начнем вот с этого момента. Сначала посмотрим, ну, кто в курсе и знает, тогда вспомним, кто не знаком, познакомимся. Со структурой ЭБС университетской библиотеки онлайн, это сокращение названия, и где там живут издательские коллекции. Потом пройдемся, посмотрим на сами издательские коллекции, и третий небольшой вопрос, как получить к ним доступ. Итак, идем по ходу. Структура ЭБС и АБК. Академическая базовая коллекция. Вот Академическая базовая коллекция, или АБК. Это та базовая коллекция, на которую и подписываются образовательные организации, начиная с сотрудничества с ЭБС. В академическую структуру ее примерно может выглядеть, ну, совсем условно можно ее представить вот в таком виде. В академическую базовую коллекцию входит так называемое ядро. Это издательство учебной литературы ведущих издательств. Юнити Дана, Дашков, Флинта, Высшейшая школа, Спецлит, Проспект, Директ Медиа и ряд еще других. Это такое вот ядро базовой коллекции. Вторую часть составляют вузовские издательства. Это вузовский контент такого локального значения, но качественный вузовский контент, которым могут пользоваться не только представители данного вуза, но и он предлагается к использованию еще и другими вузами. Ну, это тоже очень хорошая составляющая базовой коллекции. Это взаимообмен информацией между вузами получается. Золотая классика, именитые авторы, именитые ученые – это еще одна из составляющих. И мультимедийный контент. Это различные мультимедийные ресурсы, которые тоже могут быть доступны для подписчиков, и они тоже входят в академическую базовую коллекцию. Ну, и плюс еще подключается коллекция периодики. С периодикой работаем достаточно активно. Но с 2015 года, имейте в виду, коллекция периодики предлагается как отдельный коллекционный продукт. Ну, и надо смотреть, что часть из нее может входить в базовую коллекцию. Ну, то есть здесь надо уже решать этот вопрос и более конкретно уточнять уже с менеджером, когда решаете вопрос о подписке или продлении подписки, и вас интересует коллекция периодики, здесь лучше уточнять, потому что ситуация может меняться. Но качественные коммерческие журналы, они доступны через подписку. Но есть журналы, которые входят и в базовую коллекцию. Здесь представлено у нас более 500 периодических изданий, которые имеют высокий рейтинг качества Science Index. После срока подписки есть архивный доступ к материалам. И здесь очень много исторических журналов с полной архивной коллекцией номеров. Поэтому с точки зрения предметов и дисциплин, связанных с историей, здесь очень хорошая подспорья есть. Но не все, не все есть ВБС. Кого нет ВБС? Ну, вот ряд издательств я вам здесь привожу. Издательская группа Геутар Медиа специализируется на литературе медицинского профиля, литература по медицине, фармакология. Вот на этом они специализируются. Вот изданий этих издательств в нашей ЭБС точно нет. Почему? Это издательства, у которых есть свои электронные библиотечные системы, и поэтому они размещают литературу там. Поэтому вот имейте это в виду. Но помимо, несмотря на то, что кого-то здесь нет, очень большая коллекция различных издательств, и они очень широко представлены в ВБС. Это только маленький-маленький кусочек, как я вам говорил, уже более 600 издательств представляет свое издание в ВБС. И это только вот самая-самая верхушечка айсберга, наверное. Так что выбор литературы, он достаточно обширный. Осталось только научиться ее находить в этих каталогах и прочих разделах. Ну, с частью каталогов мы с вами уже знакомились на прошлом вебинаре. И я вам показывала, как можно искать по ВБК, по профильным коллекциям, по разделам, по каталогу УГС. Это мы все с вами уже разбирали, и у нас остался вот еще один только маленький кусочек. И все это помогает сориентироваться вот в этом огромном море контента. Ну и небольшой такой слайд статистика по издательствам, по их популярности у пользователей. В процентах приведено количество обращений к изданиям этих издательств. Ну и это вот такая первая десятка лидеров, наверное, чьи книги чаще всего смотрят, читают, ищут и находят. И это только за февраль месяц. Только за один месяц. Ну, естественно, что данные меняются от раза к разу, от месяца к месяцу. Лидеры могут меняться. Вот в прошлом месяце, по-моему, UnityDano был на первом месте, Директ Медиа на втором, но вот сейчас немножко ситуация за февраль изменилась. И не все издания всех этих издательств, они входят в базовую коллекцию, есть частично, но не у всех этих издательств есть свои отдельные издательские коллекции. И не все потребности можно закрыть наличием одной лишь базовой коллекции. Структура потребностей, информационных потребностей, это не только потребности наших студентов, но еще могут быть и потребности специалистов, которые связаны с обучением на программах магистратуры, аспиранты, те же самые программы ДПО, где у нас учатся, это уже не бакалавриат, и там большое количество специалистов со своими информационными потребностями. И вот три структурных элемента системы, которые могут удовлетворить эти информационные потребности. Что, в чем чаще всего нуждаются специалисты? Это новости, статьи, книги, документы. И вот как раз по разряду статьи и книги, ну и частично новости какая-то, оперативная пресса, потребности могут быть закрыты с помощью универсальных информационных систем, к которым ЭБС и относится. Все остальные в документах, в каких-то оперативных вещах закрываются за счет корпоративных или специализированных систем. И задача ЭБС – это так организовать контент, чтобы специалист получил организованное информационное поле с одной стороны, с другой стороны качественную проверенную информацию, отобранный контент, которому можно доверять и которым можно пользоваться. То, чего не может предоставить интернет с его необязательностью и не всегда достоверностью и надежностью, и с другой стороны, книга, все-таки, там, печатное издание – это все-таки несколько ограниченный ресурс, а за счет ЭБС мы это вот можем негативные моменты убрать, плюсов добавить и информационные потребности таким образом закрывать не только наших студентов, бакалавров, обучающихся на специалитете, средних специальных заведений, но и специалистов. Ну и, кстати, для студентов, которые выходят на диплом, им тоже не всегда хватает только одной учебной литературы, да, в принципе, им нужно для своих дипломных работ или там магистрских ВКР в основном пользоваться научными изданиями, а не учебной литературой. А базовая коллекция, она в основном ориентирована на обеспечение учебного процесса, и поэтому часть какой-то литературы, она туда не попадает. Ну где ее взять? Вот тогда она попадает, ее можно найти в издательских коллекциях. Вот здесь. И структура ЭБС, так, в самом первом приближении, не включая сюда все сервисы, а только основные ресурсы, о которых мы с вами говорили, контентные, мультимедиа, АБК – это академическая базовая коллекция, и вот в этом разделе издательские коллекции мы как раз и можем закрывать те потребности, которые возникают у специалистов. В какой-то части они пересекаются с академической базовой коллекцией, часть коллекции подключается сюда, тогда мы их можем увидеть уже в самом разделе. И часть коллекций, она включается в состав академической базовой части, и где ее можно увидеть в меню, я вам покажу, а все остальное это уже зависит от представителей образовательных организаций, что вот из этого богатства мы будем сюда подключать. Ну и академическая базовая коллекция состоит из электронных книг-учебников, это научная периодика, есть и журналы ВАГ, произведения научной классики, то, что мы с вами уже посмотрели, вспоминаем, есть энциклопедии и словари, такая классика энциклопедий, в мультимедийные ресурсы, это обучающие мультимедиа, это интерактивные тесты, тренажеры, экспресс-подготовка к экзаменам, экзаменационные вопросы и ответы, это различные карты, географические, исторические, то, что может быть использовано и полезно в учебном процессе, это видеоматериалы, это аудиоматериалы и аудиокниги, различные таблицы, схемы презентации, вот это вот все можно в разделе мультимедиа посмотреть и найти. И издательские коллекции. Сюда входит специальная учебная, учебная тоже входит, и самое главное, научная литература от ведущих российских издательств, то есть вот эту недостающую часть базовой коллекции мы можем скрывать за счет издательских коллекций и того контента, который здесь располагается. Как пользоваться, где живет базовая коллекция, мы сейчас с вами посмотрим. Ну и вспоминаем наш первый, самый первый слайд, когда мы искали вот эти две, книгу автора, нашли целые две, сняв волшебную галочку, и вот то, что они воспроизводятся в таком черно-белом варианте выборки, приснятой галочке, доступной, мы сразу понимаем, что они находятся, скорее всего, в издательских коллекциях, не в академической базовой коллекции. И поэтому, посмотрев фамилию автора само издательства и название книги мы можем уже более подробно. И вот нам пишется ее изучить. И вот нам пишется, что для доступа необходимо подать заявку на оформление подписки в библиотеку. Имеется в виду подписка на это издание. Разные варианты есть подписок на издательские коллекции. И о них мы в третьей части я вам тоже покажу, как это можно сделать, какие там есть вариации. Итак, мы установили, что часть книг у нас находится в базовой коллекции, а часть книг находится в издательских коллекциях. Для того, чтобы их увидеть из обычного нашего поиска, никуда не переходя, надо снять галочку доступной, и тогда мы их увидим в таком черно-белом варианте. Но мы можем пойти в сами издательские коллекции в этот раздел и поизучать уже то, что еще нам предлагают разные издательства. Где живут издательские коллекции? На главной странице отдельная вкладочка в верхней панели меню. Переходим по ней и попадаем в раздел нужный нам. И вот то, что я вам говорила. Подключенные коллекции, то, что автоматом... Это я зашла под учетные записи. То, что я вам сейчас показываю, это под учетной записью преподавателя вуза. Под своей учеткой зашла как преподаватель. Или вот то, что я вижу. Подключенные коллекции. Автоматом к академической базовой коллекции у нас подключена коллекция аудиокниги базовая. Вот это доступно для обычного пользователя без всяких дополнительных подписок. Это то, чем можно пользоваться. Здесь достаточно большая коллекция. Можно перейти, можно посмотреть, изучить и что-то не просто посмотреть, но и послушать. И дальше идет неподключенные коллекции. Неподключенные имеется в виду не к вашему вузу, а неподключенные к академической базовой коллекции. При этом у вас может быть, как у пользователя библиотеки, с учетной записью конкретного вуза или колледжа или какой-то еще образовательной организации, у вас может быть доступ либо к отдельным коллекциям из этого списка, либо к отдельным произведениям из этих коллекций. И как это увидеть, я вам тоже сейчас покажу чуть попозже. И вот когда мы открываем первую страницу, у нас по умолчанию сразу открывается коллекция Директ Медиа. Вот уже здесь, обратите внимание, более трех тысяч изданий. Она активна по умолчанию, поэтому, если нас интересуют другие издательства, нам, естественно, нужно воспользоваться вот этой левой менюшкой и переходить по ним. И вот появился новинка сезона. Показываю еще один элемент. Вот если мы по... вот здесь можем увидеть... Вот он. Вот она. Эксклюзив Директ Медиа. Это новый раздел. Раньше его не было. Сейчас он у нас здесь появился. Что сюда входит? Это издание Директ Медиа Паблишинг. Это анонсы учебных и научных изданий, которые готовятся к изданию. Анонсы уже здесь опубликованы. Их можно посмотреть к изданию в издательстве Директ Медиа. И можно уже заранее либо сделать предзаказ, либо наметить для себя какие-то новинки, которые вас интересуют по вашим тематикам. Вот этого раньше не было, теперь оно появилось. И сюда входит еще... Ну, издание Директ Медиа Паблишинг. Это самые-самые... На то он и эксклюзив. То, чего больше нигде нет и найти невозможно. И плюс издание из сервиса Е-Корсар. Часть изданий, по-моему, 20... Больше 20 изданий из этого сервиса, они сюда тоже включены. Есть отдельный в разделе сервисы, отдельный прям пункт, связанный с Е-Корсаром, но вот часть теперь включена и в издательские коллекции. Что это такое? Е-Корсар – это сервис, который был разработан совместно издательским домом Директ Медиа и консорциумом Арбикон. Его основная задача – это пополнение фондов библиотек электронными изданиями по заказу через такой коллективный сбор заявок через консорциум Арбикон. И этот сбор осуществляется как в отношении давно вышедших изданий, так и актуальных изданий вузовских, коммерческих издательств. Ну, помимо, опять же, тех, которые имеют собственный ЭБС или не предоставляют электронные издания в продажу. Это зависит уже от самих издательств. А вот все остальное возможно. И вот часть изданий таких, они представлены вот здесь в разделе «Эксклюзивы» издания из сервиса Е-Корсар. Часть этих изданий, она здесь доступна нам для пользования, для изучения, если мы подписаны на издательские коллекции. И здесь та же самая история, с которой мы с вами и начали. Как пользоваться поиском? Ну, вот на этом примере, как раз, чтобы далеко не ходить, мы и посмотрим. Вот нас заинтересовало издание. Что же это за издания здесь такие из Е-Корсара? Хотелось бы, прежде чем оформлять подписку и что-то приобретать или доподписываться, хотелось бы, конечно же, посмотреть, подержать в руках, так же, как в книжном магазине, а потом уже принимать решение. И вот мы радостно переходим в меню, в раздел «Издание» из сервиса и получаем тот же самый результат. Почему? Вот та самая волшебная галочка. Только здесь она живет немножко в другом месте. Идем наверх. Волшебной галочки у нас здесь уже нет, но что-то где-то мы упустили. Не может быть такого. Да, кстати, коллеги, вот такая вещь, она может у пользователей возникать. И если они этот момент не знают, а чаще всего они не знают, они говорят, а у вас пустые коллекции, там вообще ноль изданий. Вообще, мое первое знакомство как преподавателя с разделом издательских коллекций давно-давно началось именно с этого, что я забросала письмами и звонками, типа, как так, вот вы выложили коллекцию, а у вас там ничего нет, совершенно как не стыдно, совершенно пустые коллекции выкладывать, у вас там ноль изданий. Было потом жутко неудобно и стыдно, но я это запомнила на всю жизнь, что есть волшебная шестеренка. Вот здесь наверху в настройках каталога заходим сюда, и в настройках по умолчанию у нас стоит, так же, как и в общем каталоге, доступный. То есть нам будут показываться только те коллекции и те издания из этих коллекций, на которые наш ВУЗ подписан. Поэтому нужно эту волшебную галочку, этот волшебный флажок просто переставить доступность все, чтобы он показал нам вообще все разделы, все коллекции, что там есть. Ну и дальше сортировка, вы можете уже сами здесь по умолчанию, она стоит по базовым настройкам, вы можете выставить, отсортировать результат так, как вам удобно. Но самое главное, это поменять вот этот флажок, не забыть нажать кнопочку «Применить», и вот тогда, о чудо, у нас появились, да, вот 21 издание по выбранной издательской коллекции из сервиса e-корсар, вот мы получили аж целых 21 книгу. Чудо свершилось. И обратите внимание, они тоже у нас идут в черно-белом исполнении, значит, мы, наш ВУЗ или наш колледж-школа или другая образовательная организация, мы не подписаны на этот сервис. Но мы можем посмотреть, нет ли здесь что-нибудь полезного для нас, и не стоит ли нам в нашу библиотеку подать заявку на эту коллекцию, да, или на это издание. Мы можем изучить аннотированный вот этот список, да. Очень хорошо, что не просто автор названий и обложка, но еще и мы можем увидеть аннотации, это тоже для первого знакомства и первого понимания, надо или нет, иногда бывает достаточно, да. И также мы можем посмотреть книжную карточку, даже если мы не подписаны на это издание, ведь она сразу становится цветной, мы можем увидеть, как она будет выглядеть в цвете. Ну и дополнительную информацию из этой карточки мы тоже можем получить. Она нам доступна в части библиографического описания, в части аннотации и даже содержания. Мы можем посмотреть, что там внутри, но полнотекстовый доступ и постраничный просмотр для нас будет закрыт, и по содержанию мы по ссылкам на нужные разделы тоже перейти не сможем. И нам высветится вот такая вот надпись предупреждающая, что книга недоступна, для получения необходимо подать на оформление, заявку на оформление подписки. Либо, если есть эта книга в интернет-магазине, мы можем купить электронную или печатную книгу. Не у всех книг это есть некоторые, но это зависит от тех условий, на которых они предоставлены. Издательствами вузовскими или коммерческими для размещения их ВБС в издательских коллекциях. Разные условия могут быть. Ну вот у нас два варианта. Либо мы можем купить электронную версию или печатную даже, либо мы можем оформить подписку на это издание. И тогда оно станет нам доступно в полнотекстовый доступ. Но иногда этого даже бывает достаточно. Описание, аннотация, уже какое-то представление, посмотреть содержание, что там внутри. Мне, например, как преподавателю этого было достаточно, чтобы понять вообще, нужна нам эта книга или нет. Может там быть что-то интересное или нет. И второй вариант. Как мы можем увидеть выборку по той или иной издательской коллекции? От черно-белого к цветному. Вот в ряду черно-белых обложек у нас вдруг начинают появляться цветные. Что это значит? А это значит одно, что на эту коллекцию... Если все черно-белое по всей коллекции, это значит подписка вообще не оформлена ни на одно издание из этой коллекции. А может быть частичная подписка. И вот эти книги я могу посмотреть только черно-белые, только карточки издания. А вот это доступно мне для полнотекстового изучения. Есть полнотекстовый доступ и постраничный просмотр возможен. В читалке я могу ее открыть, полистать и уже более конкретно с ней работать. Или включать даже в свой курс или дисциплину. Вот такой вариант тоже может быть. То есть в ряду коллекций у нас может быть и частичная подписка. Ну вот она. Открываем карточку и дальше мы можем совершать с ней какие-либо действия, читать онлайн. Все, она у нас доступна. Есть еще один момент для настройки показа. Вот я увидела, что часть коллекции для нас открыта. То есть мы подписаны на эту коллекцию, но, видимо, не на всю. Соответственно, у меня, как у преподавателя, возникает вопрос, на что же мы подписаны. Вот в этом случае мы меняем нашу шестеренку обратно с флажка «Все» на флажок «Доступный», находясь внутри этой коллекции. Вот мы ее открыли. И вот здесь мы меняем значок «Показать доступный». Выбираем флажок. Не забываем кликнуть волшебную кнопку «Применить». Она находится далеко справа, поэтому нужно немножко так про нее не забыть, чтобы она не выпала из зоны внимания. И вот тогда, находясь внутри коллекции, самое главное, чтобы находиться внутри той коллекции, которая нас интересует, мы можем увидеть только те издания, на которые у нас подписка оформлена. Все черно-белое у нас ушло. Я вижу только то, что у нас есть в этой коллекции. Если из... Можно начинать вот и отсюда. Знакомство с коллекцией, посмотреть, на что у нас есть подписка, на что мы подписаны, что мне доступно из этой коллекции издательства. А потом уже поменять шестеренку на «Все» и посмотреть, а что там есть еще. И, может быть, что-то обнаружить полезное для себя. Вот такая вот небольшая хитрость в настройках показа коллекций. Очень простая вещь, но, к сожалению, не всегда наши пользователи об этом знают, поэтому большая просьба к представителям библиотек образовательных организаций. Пожалуйста, покажите, пожалуйста, пользователям, нашим преподавателям, студентам вот эти вот нехитрые вещи, в общем-то, очевидные, может быть, для нас, но не всегда очевидные для них. Как можно здесь осуществлять поиск по коллекциям? Какие здесь есть нюансы? И дальше по коллекциям. Их достаточно много. Да, еще вторая просьба, тоже большая просьба к представителям библиотек. Пожалуйста, информируйте коллекцию. Очень много. Вот они все здесь представлены. И это еще не все. Здесь работает принцип матрешки. Это вот в Альпине хорошо мы открыли раздел Альпина. И он представлен общей коллекцией. И вот мы пошли смотреть, 216 изданий здесь есть. А есть коллекции, где по 3-2,5-3 с лишним тысячи изданий. И у них есть еще подразделы. Знаете, как матрешка. Коллекция в коллекции, а там еще под коллекцией. И вот начинается ветвление вот здесь, в этой структуре. Поэтому изданий очень много. Вот этих под коллекцией тоже очень много. И преподавателям очень сложно сориентироваться, на что же мы подписаны. Да, поэтому большая просьба. Работа, я знаю, что в этом направлении ведется. Ну, чтобы можно было увидеть. Да, конечно, можно нажать значок, как мы смотрели в шестеренке. И он будет показывать только то, на что оформлена у нас подписка. Но вот здесь он нам в меню этого не покажет. У нас все равно будут висеть все коллекции. А мне интересно, например, узнать, на какие же коллекции наш ВУЗ подписан. Пожалуйста, как-то информируйте. Даже если частично мы подписаны, информируйте преподавателей хотя бы списочек какой-нибудь, чтобы не бегать по всем коллекциям и не выискивать. А что... Я надеюсь, что вы это делаете. Просто в мою бытность преподавателем у нас, вот, к сожалению, не всегда мы такое получали. И было очень трудно сориентироваться. И еще это может быть причиной такого невнимания со стороны тех же преподавателей или студентов к разделу издательских коллекций. То есть должна быть где-то понятная информация, может быть, даже отдельный списочек на сайте с прямыми ссылками на саму коллекцию, чтобы удобно было этим пользоваться. Даже если мы на нее частично подписаны, даже если на одно или два издания, все равно тогда действительно удобнее этим, более удобная навигация может получиться. Это вот вторая такая большая просьба. И, в общем-то, в издательских коллекциях очень большое количество литературы. И к ним, знаете, когда преподавателю очень хорошо обращаться, когда разрабатываешь или актуализируешь материалы для... Список литературы для своих рабочих программ под все вот эти аккредитации, постоянные изменения шаблонов и всего прочего еще добавляется и работа со списком литературы по отдельным дисциплинам. Ну а что греха таить, иногда преподаватели у нас пишут РПД не только по тем дисциплинам, которые сам разрабатывал и ведешь, которые, знаешь, от и до, но иногда и по другим приходится тоже. Да, по своей кафедре, да, они смежные, но это гораздо сложнее. А тут еще надо основную литературу, а к ней еще и дополнительную литературу. А если разрабатывать онлайн-курсы, там тоже требуется основная, дополнительные, еще рекомендуемые источники для совсем уж глубокого изучения. Я имею в виду онлайн-курсы, которые разрабатываются вузовскими преподавателями, да. Ух! И вот здесь издательские коллекции, кстати, могут прийти на помощь. Например, я знаю, что большое количество литературы, недаром открыла Альпину, нежно ее люблю, они находятся, вот, издаются как раз Альпиной, издательством Альпина, да, вот этим консорциумом, бизнес-литература. Бизнес-литература, менеджмент, управление, коммуникации и много-много чего еще. Ну, вот как раз по тем дисциплинам, по которым я разрабатывала и актуализировала РПД, да, очень много я находила как раз вот здесь. Поэтому мне, например, легче было ориентироваться на издательскую коллекцию. Я знаю, какие, какое направление у этого издательства, основное, да, понятно, что там и другая литература будет тоже. Но это вот как раз то, что вписывается в мои рамки. Ну, и, в принципе, любой преподаватель, занимаясь той или иной дисциплиной, мы примерно представляем, какие издательства, да, издают литературу по нашим направлениям. И вот тогда мне очень легко по этому списку сориентироваться и найти что-то именно по издательству. Да, немножко другое представление, немножко другая выборка по другим критериям и фильтрам, нежели в ББК, нежели там в разделах или в УГСН. Здесь больше... И вот как раз для части дополнительной литературы и рекомендуемой литературы здесь очень хорошо можно подобрать вот тот самый список, вот те самые источники, найти их, которые и закрывают эти потребности. Понятно, что для основной литературы, скорее всего, я буду искать, да, здесь тоже можно найти, здесь есть и учебная литература, но я скорее по базовой коллекции сначала посмотрю, и в частности в каталоге УГС по своим дисциплинам или по ББК. Ну вот УГС, он прям для этого как раз и предназначен, для основной литературы. Ну а дальше... Дальше вот оно все. И здесь эти списки очень хорошо можно закрыть. Но опять же, отсматриваю то, что ясным цветом, ярким цветом, либо сразу снимаю галочку, ставлю на все, либо сначала отсматриваю то, что доступно из этой коллекции, потом снимаю галочку и смотрю, а что есть еще в этой коллекции здесь, и о чем не имеет смысл поговорить с нашими представителями нашей вузовской библиотеки. Что вот это, вот это нам прям для этой дисциплины очень-очень позарез. И вижу вопрос, Светлана, да, про презентацию я вам покажу. Будет сегодня презентация, не только презентация, я вам чуть попозже, сейчас до конца мы дойдем, и я вам покажу, где это можно будет смотреть, она будет в открытом доступе. Ну и немножко про издательские коллекции. То есть здесь, да, важно понимание, что находит, какое основное направление, какую литературу издает то или иное издательство, для того, чтобы сориентироваться самим и сориентировать преподавателей. Ну, как я уже говорила, преподаватели в принципе, знаешь, хотя бы парочку-троечку издательств, которые издают нужную нам литературу, ну и что-то дополнительное тоже хотелось бы получить и узнать. Ну, вот эта табличка, это по количеству книг самые в порядке убывания, такая первая десятка лидеров, у кого больше всего книг в издательских коллекциях. Я не брала по выборку, там, по популярности, по количествам просмотров, по каким-то еще данным, а просто по количеству литературы. И Елена Савушкина в Синергии, ни слова про библиотеку, сама все... Елена, не надо раскапывать сами... Ой, вот это просто беда. Скажу вам, а когда я работала в Синергии, я всегда давала студентам подсказки. Елена, я в конце сейчас дам ссылочку как раз про презентацию и про все остальное. Елена Савушкина, приходите по нашим ссылкам, помогу, подскажу и сориентируюсь. Пожалуй, все, будем считать, отрефлексировали. Ну, всякое бывает, всякое случается. Если будут какие-то вопросы, вы мне просто напишите, я вам все покажу, расскажу и подскажу в конце коллеги. Не только Елене, но и всем остальным. Я вам покажу, куда, где и что у нас будет. Хорошо? Не оставим вас без новой эвегации, но вернемся к нашим издательствам. По количеству книг. Ну, вот смотрите. На первом месте проспект 3152. Каждый месяц они меняются. Да, они могут меняться как в одну, так и в другую сторону. Потому что понятно, что-то договора заканчиваются, что-то не продлевается, что-то уходит, но что-то и пребывает. Пока идет в сторону увеличения. Вот Директ Медиа, я видела, в прошлый раз было, по-моему, 3011, сейчас уже 3148. То есть на почти 100 с лишним томов увеличился фон изданий. Так, и у кого-то я еще, у Флинта, по-моему, 2500 с чем-то, а сейчас уже 2500 с чем-то, а сейчас 2667. То есть идет в сторону увеличения. Ну, понятно, что это динамичная такая структура, где-то что-то заканчивается, но, как правило, если какие-то источники издания уходят из коллекций, то стараемся найти им какую-то замену, аналогичную хотя бы. Ну, по крайней мере, чтобы направление не оставалось полностью не закрыто. Но пока идет в сторону увеличения. И по издательствам. Вот по этим издательствам я вам просто кратко обрисую ситуацию, а остальные из издательской коллекции, ну, можно будет, если вас что-то заинтересует, можно будет посмотреть уже на сайтах самих издательств. Проспект. Это издательство, которое специализируется по основным направлениям экономика, юриспруденция, финансы, художественная, философия, история, ну и немножко художественная литература. В основном это юриспруденция, экономика, гуманитарные науки, есть по иностранным языкам, и в основном это все-таки юридическая, экономическая, но основной это все-таки юридическая литература. Там и гражданское, процессуальное право, и конституционное, муниципальное, теория государства и права, уголовно-процессуальное, ну и так далее. История государства и права, да, то есть вот эти темы, они очень сильно закрывают, и в основном эта литература и представлена в этих коллекциях, которые здесь у нас есть. Ну, флинта. Флинта это научная литература, учебная для высших учебных заведений, и в основном это гуманитарный профиль. Это учебная литература, это могут быть учебники, пособия, хрестоматия, различные книги по методикам преподавания, и словари и справочники, ну и для студентов, и для преподавателей. Издательский дом «Ниту Миссис» это издательство, которое возникло за счет объединения двух издательств Московского института стали и сплавов, учеба и эмиссис. В основном это научные издания, это методическая учебная литература, и основная тематика, это, конечно же, металлургия, материаловедение, металловедение, сырье, минеральное сырье, обогащение, ресурсы сбережения, экология, нанотехнологии, различные инженерные направления, экономика, менеджмент, но опять же с учетом направления самого вуза. Есть по истории, есть по философии, но и научно-популярная публицистическая литература, но я так понимаю, что они занимают не очень большое место в ряде остальных изданий этого издательства. Альпина, это однозначная деловая литература по различным направлениям. Баумана, МГТУ, это в основном физмат науки, это вычислительная техника, это информатика, это машиностроение, энергетика, ну, есть по экономике, праву и другим предметам, но в основном, опять же, это естественные науки и технические. Ассоциация строительных вузов, это в основном, естественно, история архитектуры, строительства, архитектурно-конструктивное проектирование, технологии возведения, да, и вот все на эту тему, все, что связано со строительством, архитектурой, историей и так далее. Лаборатория знаний, это научное издательство, специализация, учебно-методические издания для студентов, для школьников, для абитуриентов, это научно-популярная литература и для детей, для всех возрастов детей, взрослых и профессиональной книги. Есть партнерские проекты с Российским химическим обществом, математическим институтом и нанотехнологическим обществом России. Ну, то есть, учитывая, что есть совместные проекты, значит, скорее всего, какая-то литература по этим направлениям здесь тоже будет присутствовать. И аспект пресс. Это не совсем в чистом виде издание. Оно позиционирует себя как медиакомпания гуманитарной, учебной и научной литературы для студентов и преподавателей вузов. Ну, тоже большой спектр. Можно будет посмотреть и посмотреть сам состав этой коллекции. И обращаю ваше внимание, ну, директ-медиа – это гуманитарные, социально-гуманитарные профили, экономические, учебная литература по различным направлениям издаётся очень много у нас, кстати, и по техническим и по естественно-научным направлениям. Не только философия, история, художественная литература, искусство. То, с чего, в общем-то, директ-медиа в основном и начиналось, да. А вот по естественно-научным, по техническим направлениям сейчас очень много учебных изданий издаётся для вузов и средних специальных учебных заведений именно в издательстве директ-медиа. Ну, про то, как стать автором, это за счёт того, что можно очень хорошо, быстро и легко стать автором издательства и издать свою книгу. Ну, это уже в следующей серии. Я вам просто расскажу, как это можно сделать. Сейчас появились ещё новые возможности. И обращаю ваше внимание ещё на один пункт в наших издательских коллекциях. Интермедиатор. Это агентство электронных изданий. Он по алфавиту идёт рядом... Сейчас я посмотрю. Да, вот. Интермедиатор. И сразу за ним идёт издание Интермедиа. Не путайте их, пожалуйста. Интермедиатор. Вот у него даже пояснение здесь написано. Агентство электронных изданий. Это, опять же, не в чистом виде просто издательство и всё. Но смотрите, сколько у них здесь изданий. И они ещё увеличиваются. Это вот как раз та самая матрёшечка в матрёшке. Они являются агрегатором различных коллекций. То есть там внутри ещё зашиты разные коллекции. Во-первых, если вы откроете вот здесь в меню сам раздел Интермедиатора, вы увидите, что там идут названия коллекции и рядом написано издательство, которое эти коллекции издаёт. Они их передали в Интермедиатор и на основе партнёрского соглашения они это представили для нашей ЭБС. То есть отсюда мы можем прям пользоваться всем этим богатством, которое там есть. И там очень много издательств. Русское слово, ВАКа и ещё ряд-ряд много-много-много других. Есть сводные коллекции. Сводные коллекции – это вот здесь же в Интермедиаторе. Сводные коллекции – это собранные с разных издательств. А есть отдельные коллекции по отдельным издательствам. Поэтому очень внимательно смотрите. Но там очень много интересной литературы. Очень много для средней школы. Для педагогических вузов и колледжей и прочих учебных заведений, занимающихся подготовкой будущих педагогов, очень рекомендую посмотреть его. Вот раздел в издательских коллекциях именно Интермедиатор. Это, как я уже сказала, это агентство, это консалтингово-посредническая компания. И она помогает довести до потребителей различные электронные издания. И вот вся цепочка от авторов, издателей до потребителей. Ну и вот одно из венев, они находятся как раз, представляют свои издания здесь, в наших издательских коллекциях. То есть там можно выбрать очень много литературы, которая будет полезна и будет использоваться. Соответственно, возникает вопрос. Ну вот вкратце мы с вами прошлись по издательским коллекциям. Немножко поговорили о том, что там может содержаться. А как получить доступ, как оформить эту подписку? Ну первое, вот отсюда, из карточки издания, запрос от преподавателя, который говорит, что вот эта книга нам просто позарез, как нужна. Нашли книгу, увидели вот этот текст, вот эту напоминалку, и библиографическое описание скопировали, и оформляете заявку в свою библиотеку, что вот нам нужна эта книга. Второй вариант мы можем издать из обычного нашего единого каталога. А вот это второй вариант. Мы можем пройтись по коллекциям и поставить обязательно галочку «Все» и из черно-белого точно так же отсмотреть карточки издания и сделать выборку того, что нам необходимо для учебного процесса. Но опять же, коллеги, имейте в виду, что вас будут терзать на тему, а действительно ли вам это нужно, а нет ли аналога в уже оформленной подписке. Поэтому здесь нужно тоже смотреть, потому что это все-таки бюджет. И третий вариант. Как еще можно работать с издательскими коллекциями и выбирать литературу для наших списков и оформления подписки. В каждой коллекции есть вот такая кнопочка выбора действия, знакомая библиотекарям, но может быть не совсем знакомая нашим пользователям, не всем напоминаю. Кто знает, а кто нет. Смотрите и запоминайте. У нас открывается выпадающий список, и вот здесь мы можем скачать список книг в различных форматах. Ну, вот эти три формата – это скорее для библиотекарей, для небиблиографов, преподавателей и студентов. Это либо Excel, либо CSV. Но чаще всего списком Excel мы можем скачать. И вот мы открыли коллекцию, 632 книги, мы можем скачать ее в Excel списком и дальше уже по списку проводить, работать, ну, как с обычной таблицей Excel, выборку, фильтры и все прочее, что нам надо. Не вот здесь лазить по каталогу и листать, особенно когда много изданий, всю коллекцию не пролистаешь. Это невероятно. Мы можем поработать со списком в Excel, отобрать то, что нам вроде бы кажется, как бы подходит, а потом, я знаю, что для многих визуальное представление важно, да, посмотреть саму книжку. Мы можем посмотреть, сразу перейти по ссылочкам и в каталоге найти и посмотреть вот эти вот книжные карточки, более подробную информацию получить уже здесь. Вот таким образом. Вот остаться в каталоге, просто отсматривать литературу, но если есть время, желание и возможности, это, конечно, можно сделать. Или небольшая коллекция, ну, источников там на 50 можно отсмотреть. Больше 100 уже затруднительно все. В этом случае, конечно, список Excel. Сформировать список той литературы, которая нужна, и это, в принципе, может сделать любой преподаватель на кафедре. Скачали один список из интересующей коллекции и собрали вот такую сводную табличку, сводный список по кафедре, какие еще источники нам нужны, из каких коллекций, и с этим уже можно идти в библиотеку, чтобы каждый преподаватель преподаватель не бегал и не дергал сотрудников, мне нужна эта книга. Лучше делать это от кафедры, а еще лучше от факультета. Таким общим списком. Ну и третий вариант, это уже для сотрудников библиотек, но какую-то часть можно из этого прайс-листа, например, наверное, давать заведующему кафедру, чтобы они могли сделать тоже какую-то выборку. Это прайс-листы на тематические издательские коллекции, почему тематические здесь не только по издательствам, здесь идет сначала группировка по темам, естественные науки, технические, в соответствии с ББК, и внутри уже по издательствам. Какие издательства на эти темы, литературу издает, какая у нас есть. Вот это тоже очень удобная группировка для того, чтобы познакомиться с самими издательствами. Мы же свои темы знаем. Поэтому прайсом тоже, или хотя бы выдержка из прайса преподавателям тоже, я думаю, можно давать воспользоваться на этапе отбора литературы. И заодно мы уже понимаем, каким коллекциям нам имеет смысл уделять внимание работой с издательскими коллекциями. И внизу страницы, списочек будет идти, 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 это только его шапка, и внизу страницы, вот здесь цветом прям выделена выборка по издательствам. Можно здесь смотреть в табличке, а можно пробежаться вот по этому списку, но сразу предупреждаю, он очень длинный. Но здесь вот применена моя любимая цветовая индикация для коллекции и под коллекции. Вот пошел аспект. И все коллекции, которые под коллекцией, вот эта вот матрешечка, которая входит в эту большую коллекцию, вот они здесь одним цветом выделены. А дальше пошло другое издательство. Вот видите, уже цвет поменялся, там уже будут другие под коллекции, еще десятка, полтора. Поэтому можно и вот здесь познакомиться, что вообще входит в эту коллекцию, посмотреть, какая литература там есть. И вот они по социально-гуманитарной науке, психология, педагогика, менеджмент рекламы, связи с общественностью, пиар. Вот сразу понятно, что за подразделы в этом издательстве есть. Либо единая коллекция, вот она уже без разделения идет. И самое главное, коллеги, обращаем внимание на условия. Вот то, что я вам говорила про подписку. Издательские коллекции. Подписка здесь, это пакеты изданий. Вот они, разные пакеты в желтеньком цвете, вот эти, матрешечка наша под коллекции, это отдельные пакеты. И подписка организуется как пакетно. Ну, тогда будет какой-то дисконт, будут какие-то скидки, да, оптовым заказчикам. Но есть и вариант отдельными подписки, отдельными изданиями, по книжное комплектование из издательских коллекций. И это позволяет осуществить более точечное комплектование необходимыми изданиями и закрывать более точно потребности, информационные потребности данной организации. И вариантов здесь три. Можно подписаться на всю коллекцию целиком, на отдельные части и даже на отдельные книги. Но важно смотреть вот этот раздел «Условия покупки коллекции», потому что некоторые коллекции идут только... Там нет по книжной выборке, там есть только подписка полностью и целиком на всю коллекцию. По-моему, машиностроение, там 4 или 6 изданий, и там нет возможности подписаться отдельно, там прямо будет написано просто полная коллекция. В этом случае мы должны подписаться на всю коллекцию целиком. Вот поэтому очень неудобно, когда преподаватели делают выборку по различным коллекциям, там, например, табличку сдают в библиотеку, и мы уже смотрим, есть ли такая возможность, например, по книжному комплектованию из разных коллекций под запросы преподавателей. Вот это закроет более полно и потребности преподавателей и студентов и поможет вот это точечное комплектование провести, не тратить лишние деньги на подписку на всю коллекцию, из которой будет пользоваться только 4 учебника. Лучше возьмем эти 4 учебника, и ими будем пользоваться достаточно активно. Ну, вот такие вот возможности есть, и вот такие вот ограничения здесь тоже присутствуют. Ну, вот, коллеги, мы с вами подобрались к концу нашей сегодняшней встречи про издательские коллекции. Постаралась вам показать, как с этим работать, убрать самый главный сдерживающий момент, что, ой, там ничего нет, оказывается, там все есть. Если мы открываем коллекцию и видим ноль, это значит, что, скорее всего, наш ВУЗ на нее просто не подписан, но это не означает, что мы не можем посмотреть, а нет ли там чего-либо интересного для нас и для нашей дисциплины или предмета, который мы ведем. Или нашей темы, которую мы пишем. И в конце, как обещала, про презентацию я не забыла и про дополнительные презенты тоже. Небольшой презент. По издательским коллекциям, кстати, связанные с интермедиатором, я вам сейчас одну вещь покажу. Так, сейчас я ее попробую открыть. А вы мне, коллеги, скажите, пожалуйста, появилось ли изображение, страничка сайта, видно ли? Видно ли? Можно огонечком поставить или в чат написать? Видно ли страничку сайта? Вот эту вот. Да, с красотой неземной. Ага, вижу, кто-то нажал. Ой, напишите мне, пожалуйста, в чат, видно ли на экране, а то я начинаю нервничать, что я вам показываю, а вы ничего не видите. Вот, презентация, видно. Спасибо, Татьяна. Вот это вот, сейчас я вам дам сюда ссылочку. Вот, пока буду рассказывать, вы ее можете себе скопировать или открыть. Сделала я вам вот такую вещь. Ага, спасибо, Елена. Вот она, презентация, живет здесь. По сегодняшнему вебинару можно листать как угодно. Ой, сейчас. Да, вот. Можно листать, вот она вся здесь у вас живет, сидит. Можно здесь перемещаться по слайдам. Вот оно. И вот все, что я вам показывала, вот оно здесь есть. Плюс, то есть презентация здесь выложена, можно смотреть, пользоваться, показывать с экрана, если где-то нужно будет. И плюс еще небольшой подарочек. Я вам сделала выборку по собраниям видеофонда вебинаров Директ Академии. Было у нас несколько вебинаров. Сейчас эта серия идет как раз к нашей теме по издательским коллекциям. Вот четыре вебинара у нас уже прошло. Если будут появляться, я, естественно, буду этот списочек пополнять. Это вебинары, вот как раз представителей, вот здесь они будут жить, ну и дополнительные видео тоже сюда будут, все, что касается ЭБС, тоже сюда буду собирать. Комплектование с водными тематическими коллекциями. Вот как раз у нас был в гостях директор агентства электронных изданий интермедиатора Александр Григорьевич Яковлев, его вебинар. Был обзор электронных книг издательства ВАКО. Это как раз из наших издательских коллекций, кто живет, издательства, которые живут под интермедиатором. Там скрываются. Тоже Дмитрий Кирсанов, специалист по ассортиментной политике. Издательство у нас проводил вебинар, знакомил с тем, что издает издательство. Интеллект-центр, очень интересный. Издание у нас тоже презентовал. Генеральный директор издательства у нас был и показывал, что они издают. То есть это вот знакомство с наполнением издательских коллекций. Но чтобы не пересказывать то, что уважаемые коллеги говорили на вебинарах, я вам просто ссылочки на эти вебинары даю. И вот это, обращаю ваше внимание, очень интересный был вебинар, очень качественно построенный. Юрий Кочеров. Издательство «Русское слово» тоже есть в наших издательских коллекциях. Вот он как раз очень здорово и классно показал те издания по преподаванию истории в школе, которые выпускает издательство «Русское слово». Очень подробно, со всеми методическими указаниями, пособиями для учителей, рабочими тетрадями, все комплекты, все, что выходит, все, что включено в федеральный перечень. Очень-очень хороший вебинар. Прямо вот рекомендую настоятельно. Особенно если направление подготовки студентов у вас есть, педагогика, история, пожалуйста, что-то связано с обучением, образованием, для вас готовый материал есть в этом вебинаре. Ну и смотреть их здесь можно, прямо вот здесь запускаете, они черненьким, они просто не активно подводите, появляется красный значок, можно запустить здесь. Он откроется в небольшом окошке, сама запись вебинара, ну и там можно ее вывести на весь экран, посмотреть на весь экран. Ну вот такую вот штуку я вам сделала. Здесь презентация и еще сюда ссылочку эту сохраните. Есть сюда еще какие-то подсказки. Вот Елена натолкнула меня на мысль, Елена Савушкина, про какие-то подсказки, как пользоваться ЭБС. Ну вот часть инструкции я вам сегодня показала, да, такие хитрости. Ну и остальные хитрости, может быть, тоже сюда тогда буду выкладывать. Ну и на главной странице, это мой сайт, все, что посвящено... Ой, здесь он у меня открывается не совсем. Это я в редакторе нахожусь, у вас будет просто вот так его видно, немножко по-другому. Можно будет... Здесь вот все подсказки, все, что связано с библиографией, тоже этим пользоваться. Вот. Ну, в общем, такую вот вещь я вам дарю. Ну, забирайте, пользуйтесь, смотрите. Вместо одной презентации получите... Получайте целый сайт в свое безвозмездное пользование. Вот. И, коллеги, есть ли какие-то вопросы? Да, там есть еще ссылочка на нашу группу библиография для небиблиографов. Есть ли какие-то вопросы будут возникать по... А как пользоваться, а как каталогом, про ЭБС или про... библиографические какие-то вещи? Тоже можете меня найти, там в мессенджере написать, ВКонтакте, и я вам подскажу и покажу. Наталья, к презентации вот здесь у нас. Вот здесь все будет жить, на вот этой страничке. Она в открытом доступе, можно заходить, смотреть, все вложено там. В общем, все материалы к нашему сегодняшнему вебинару, плюс еще дополнительный материал, рекомендуемый список для изучения. Ну, вот, коллеги, наша сегодняшняя встреча подошла к своему завершению, мне осталось только дать вам ссылку. Спасибо, Майя Стоянова, за добрые слова, очень рада видеть нашего постоянного, одного из наших постоянных участников. Ой, я всех рада видеть, и кто у нас впервые, тоже и очень. Последняя, коллеги, ссылка на сегодняшний день на страницу выдачи сертификатов об участии в этом вебинаре. Ссылку себе забирайте, но внимательно прочитайте информацию в чате. Сертификаты будут готовы через некоторое время, после того, как мы закроем вебинарную комнату. Как только сертификат будет готов, вам на почту придет письмо-уведомление, из которого вы тоже сможете перейти на страницу выдачи сертификатов. Поэтому не волнуемся, ждем письма и поглядываем в папку спам, иногда письма попадают туда. Ссылку можете забрать себе, но зайти чуть попозже, когда придет письмо. Ну, минут через 10, надеюсь, точно будет. Ну вот, коллеги, последняя у нас информация на слайде. Все вопросы, которые связаны с подпиской на издательские коллекции, по всем другим вопросам, связанные с подпиской, с доступом и прочим, пожалуйста, вот в отдел продаж по адресу электронной почты и на сайте, где презентация, я вам ссылочку дала, там тоже есть ЭБС, вы прям можете, в панели меню, вы прям можете сразу перейти на сайт университетской библиотеки онлайн и там найти контакты, если необходимо, и связаться. Ну и вот все контакты здесь у вас тоже есть, и там они в презентации тоже будут. Большое спасибо всем, кто был сегодня с нами, большое спасибо всем, кто писал в чат или просто за кадром присутствовал, смотрел и слушал, и всем, кто будет смотреть нас в записи, всем хорошего дня и до следующих вебинаров. Напоминаю, в следующий раз мы поговорим о том, как стать автором своей книги и издать свою книгу в издательстве Директ Медиа, что для этого надо сделать, на что обратить внимание и какие возможности в издательстве есть. А там есть потрясающие возможности. Елена Самушкина, вам индивидуальное, персональное приглашение в нашу группу «Библиография и деление библиографов». Ищите меня в ВКонтакте и выходите на связь. Студентам, аспирантам, магистрантам всегда помогу, чем смогу. Всем хорошего дня и до новых встреч!